Махачкале 13.45 в студии Бедернися Гусейнова, редактор выпуска Шерипат Шульгина. Доброго дня. Новости. Владимир Путин подвел итоги года. Общение президента страны прошло в новом формате, объединяющем прямую линию и большую пресс-конференцию. Больше 60 вопросов задали представители отечественных и зарубежных СМИ российскому лидеру. Наиболее важные и знаковые высказывания Владимира Путина в репортаже «Хотим и не средовый». Это новый формат общения президента с гражданами и журналистами, объединивший прямую линию и большую пресс-конференцию. Владимир Путин подвел итоги в прямом эфире. В зале сотни представителей СМИ со всех регионов и многих стран мира. Политика, социальная сфера, ЖКХ, здравоохранение, спорт. Начинается общение с экономических показателей. Самый главный показатель роста экономики, рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хорошее показание. К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так, где-то к концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить. Я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям. Затем промышленное производство растет, уверенно, 3,6%. Но что особенно радует, это растет обрабатывающая промышленность. 7,5% будет по году. У нас давно такого не было. А вот что особенно страивает на такой позитивный лад, это 10% рост инвестиций в основный капитал. Что это означает? То есть сегодня у нас рост в промышленности, в ВВП очевидный. Плюс 10% в основной капиталной инвестиции. О чем говорит? О том, что гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу. Деньги вкладывают, производство будет расширяться. Большое количество вопросов от россиян поступило о специальной военной операции. Как можно оценить минувшие два года? Какова ситуация сейчас? И самое главное, когда будет мир? Президент подчеркнул, мир будет тогда, когда добьемся своих целей. Глава государства отметил почти по всей линии соприкосновения, российская армия улучшает свое положение. Владимир Путин сказал и о мерах поддержки бойцов на передовой, тех, кто участвовал в СВО. У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Вот прилепили название такое к этим людям, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята, просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 героев России. Я уже не говорю про другие медали ордена другого достоинства. По-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось. Люди очень востребованы. 44, 41, по-моему, тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее. После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе, к заключению контрактов с вооруженными силами. И да, и планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, ну, все вместе будет под полмиллиона человек, вот до конца текущего года. Ну, зачем нам мобилизоваться? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. По словам главы государства, вопрос этот в стране довольно чувствительный. На фронт призвано порядка 300 тысяч человек. Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены абсолютно одинаковые условия. Есть определенные недоработки. Мы знаем о них. Вчера, только анализируя поступающие письма, говорил на этот счет и с министром обороны, и с начальником генштаба, и с Татьяной Алексеевной Голиковой. Мы обсуждали, как человек, вице-премьер, возглавляющий социальный блок. Там по некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон. Я уверен, депутаты Государственной Думы 100% поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать. Мы обязательно добьемся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия и все получали одинаковую поддержку со стороны государства. Глава государства обратил внимание россиян на патриотическое воспитание молодежи, привлечение к этому участников СВО очень важно. Воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем, а не квасном смысле этого слова, оно чрезвычайно важно. И мы уже начинаем это делать. Уже свыше тысячи ваших коллег и ваших товарищей по оружию, которые отслужили, вернулись к мирной жизни, свыше тысячи работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. И мы обязательно будем это делать дальше. Будем точно совершенно расширять эту работу. Самое лучшее воспитание – это личный пример. Владимир Путин прокомментировал ситуацию в секторе газа, роли ООН и Запада в урегулировании конфликта, а также сравнил войну на Ближнем Востоке с СВО. Вопрос поступил от журналиста из Турции. То, что происходит, это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, вернемся, я так понимаю, к ситуации, связанной с украинским кризисом. Но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят, посмотрите на специальную военную операцию и то, что в газе происходит, и почувствуете разницу. Но ничего подобного в Украине нет. Значит, вы упомянули о гибели тысяч детей и женщин. Генеральный секретарь ООН назвал сегодняшний сектор газа самым большим кладбищем детей в мире. Что касается роли ООН, вы знаете, здесь нет ничего необычного. Я тоже говорил об этом. Ведь во времена Холодной войны очень часто различные силы, различные государства блокировали те или иные решения, которые продвигали другие страны. Мы также, как и Турция, исходим из того, что должны быть все-таки имплементированы решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей Восточной Иерусалиме. Вопросы президенту поступали от школьников, юных спортсменов, от пенсионеров, а также от врачей, работающих в новых субъектах страны. Глава государства сказал о мерах, которые бы привлекли специалистов, а именно врачей и фельдшеров в эти регионы. Наступающий год объявлен годом семьи. И Владимир Путин рассказал, как собираются поддержать российские семьи с детьми. Путин поручил правительству подумать не только о продлении семейной ипотеки. Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки. Там и первичный взнос минимальный 20% и 6% годовых. А вот если трое детей, я уже говорил об этом, и субсидии еще положены 450 тысяч. Поэтому над этим обязательно нужно подумать. И я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложение. За 4 часа 4 минуты президент ответил на 67 вопросов граждан и представителей СМИ, отечественных и зарубежных. Говорили о суверенитете, целях СВО, родстве русских и украинцев, дружбе с Китаем, мигрантах, платных трассах и ценах на машины. Последний вопрос задал журналист Андрей Колесников. – Скажите, вот что бы вы, если бы у вас была такая возможность, сказали бы Владимиру Путину образца 2000 года, какой бы вы дали совет, от чего бы предостерегли, жалеете ли вы о чем-то? – Значит, что бы сказал? Я бы сказал, верной дорогой идете, товарищи. Значит, от чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. По поводу советов на Путстве надо верить в великий русский российский народ. В этой вере – залог успеха, возрождения, в становлении и развитии России. Наш президент, как всегда, был открыт, честен, глубоко погружен во все темы, благодаря чему диалог получился живым и интересным. Отметил, комментируя прямую линию с Владимиром Путиным, Сергей Меликов. Больше четырех часов Владимир Владимирович отвечал на вопросы, причем вопросы с геополитического пространства опускались до вопроса стоимости яиц. И, в общем-то, все ответы на эти вопросы говорят о компетентности нашего лидера, говорят о полной погруженности в те глобальные проблемы, которые сегодня испытывает весь мир, и в те детали, которыми сегодня живут и за что переживают наши соотечественники. Безусловно, для меня и, наверное, для многих из нас определяющей темой являлась тема ведения специальной военной операции. И определяющими словами или девизом, может быть, следует выделить те слова, которые Владимир Владимирович повторил, которые, в общем-то, давно уже мы все произносим. Это то, что победа будет за нами. Очень на сегодняшний день нас всех волнуют вопросы, а что будет после специальной военной операции. Потому что этот лозунг «Победа будет за нами» – это на самом деле то, что неизбежно произойдет. И то, что сегодня Владимир Владимирович ответил на те вопросы, которые звучали как от участников СВО, так и от тех, кто этой проблемой сегодня живет, переживает и видит ее как некие вопросы будущего нашей страны, тоже нашли детальные ответы. Я не буду их повторять. Абсолютное большинство людей слышали ответы Владимира Владимировича. Просто хотелось бы прокомментировать, что на самом деле в своем выступлении, отвечая на многие вопросы, касаемые специальной военной операции, наш Верховный Главнокомандующий подтвердил то, о чем думаем все мы. И как бы одним из резюме на эти вопросы можно считать то, что Владимир Владимирович еще раз отметил, о том, что наше общество консолидировано, наше общество идет единым путем к единой цели. И на пути достижения этой цели мы решаем общие задачи и решаем их весьма организованно во всех регионах нашей страны. Сегодня на торжественной церемонии Сергей Миликов поблагодарил Владимира Путина за присвоение Каспийского почетного звания «Город трудовой доблести». Знанием трудового подвига жителей города и всей республики стал указ президента России о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Мы безмерно гордимся этим и благодарим нашего президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина за это решение. Пусть этот мемориал станет еще одним символом величия духа многонационального народа, его мужество и героизм, напоминанием обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу. Желаю нашим трудолюбивым дагестанцам и прежде всего каспийчанам сегодня крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и продолжения славных трудовых свершений на благо нашего Отечества. Спасибо. Новости культуры Сегодня в галерее Дома поэзии откроется первый персональный проект двух молодых художниц-графиков – Софии Гаджиевой и Карины Алиевой. Генетика. В экспозиции – печатная продукция, уникальная графика. Генетика – признание в любви к дагестану и дагестанцам. По сообщению до гидрометцентра, сегодня в горных районах дождь со снегом. Ветер восточный и юго-восточный – 6,11, в горных районах юго-западный – 6,11 метров в секунду. Температура воздуха на севере республики – 5,10 тепла, по горным районам – 3,8, местами до плюс 13. В Махачкале без осадковый ветер юго-восточный – 6,11 метров в секунду, температура воздуха – 6,8 тепла, вода в море – 10 градусов. Субтитры подогнал «Симон»